Здравствуйте! С вами программа «Новости Дагестана». Я Хатима Буталибова. И вот главные темы на сегодня. Переизбрали почти единогласно. Сергей Меликов вновь возглавил Дагестанское отделение политической партии «Единая Россия». Контрабанда не прошла. Пограничники пресекли попытку вывоза из России сильнодействующих лекарственных препаратов. Более 25 тонн гуманитарного груза. Дагестан продолжает оказывать помощь беженцам из Донецкой и Луганской республик. В Махачкале состоялась конференция Дагестанского отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом в повестке дня было избрание секретаря местного отделения партии. Основным кандидатом на пост был глава региона Сергей Меликов. За работой конференции наблюдал наш корреспондент Карим Даниев. Ему слово. Бюллетен для тайного голосования были включены в следующую кандидатуру. Меликов Сергей Алимович, Асваров Нариман Асварович. Выдано бюллетен для тайного голосования 178. Прискрытие урны обнаружено 178. Результаты тайного голосования. Меликов Сергей Алимович 167 голосов за. Асваров Нариман Асварович 11 за. Почти единогласно. 167 против 11. С таким привесом Сергей Меликов вновь переизбран секретарем дагестанского отделения партии «Единая Россия». Выдвижение Асварова больше формальность, чтобы соблюсти партийный этикет и законности процедуры. Глава региона поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал не подвести ожидания. Счетная комиссия по результатам заседания решила. Утвердить результаты тайного голосования. Считать избранным секретарем дагестанского регионального отделения Меликова Сергея Алимовича. То доверие, которое вы мне оказали, я постараюсь оправдать. Спасибо вам. В ходе конференции делегаты обсудили итоги деятельности партии за прошедший год и наметили план работы на год будущий. Задачи партии остаются все те же. В приоритете решение насущных проблем жителей региона. Тех же, кто отличился в ходе этой работы, наградили почетными грамотами. После официальной части мероприятия Сергей Меликов пообщался и с представителями республиканских СМИ. Сегодня мы подвели итоги нашей работы. Ее результаты призваны удовлетворительными. Мы сегодня на конференции заслушали благодарственное письмо Дмитрия Анатольевича Медведева, в котором он поблагодарил региональное отделение за хорошо организованную работу, которая в свою очередь дала хорошие результаты. Для нас это очень важно. Вся эта работа направлена, прежде всего, на выполнение той задачи, о которой нам постоянно говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – повышение благосостояния нашего населения. Сегодня на конференции все эти решения были поддержаны. Принципиально необходимо подходить к исполнению этих решений на местах, необходим партийный контроль, необходима обратная связь с населением. Все эти задачи мы сегодня обсудили и надеемся, что они не только будут востребованы, но и будут реализованы. Попытка незаконного вывоза крупной партии лекарственных препаратов пресечена в пункте пропуска Ярак-Казмоляр. В ходе осмотра пограничным нарядом в топливном баке автомобиля, следовавшего в Азербайджан, был обнаружен груз общим весом свыше 12 килограммов. Проведенные экспертизы и медикаменты были признаны сильнодействующими препаратами. Следственным отделом УФСБ России по республике в отношении иностранного гражданина, перевозившего груз, возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Контрабанда сильнодействующих ядовитых, отравляющих взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядовитых материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки иного вооружения, иной военной техники, а ровно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Санкции данной статьи предусматривают решение свободы на срок до 7 лет. Каспийчане собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, находящихся на территории России. Сбор организовали мэрия Каспийска, местное отделение партии «Единая Россия» и депутаты горсобрания. Машины с первой партией помощи уже в пути. В ближайшие дни, каждый день будут отправляться по одной машине. Завтра мы заказали еще одну машину, во вторник, в среду. Так что пока возможно есть, пока ребята есть, которые хотят поддержать наших друзей, будем готовить каждый день по дому рейсу отправлять. Конечно, мы скидываемся, весь штаб, который собирает деньги, покупаем, отправляем. Как только груз сформируется на одну машину, мы даем информацию, что груз собран, приезжают машины, грузим и отправляем. Еще одна отправка гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска народных республик была организована и в Махачкале. К акции подключились представители благотворительных фондов, общественных организаций и объединений. Груз объемом в 15 тонн со средствами личной гигиены, одежды, обуви и продуктов питания уже отправлен в Ростовскую область. С первых дней, как была объявлена акция «Своих не бросаем», волонтеры Дагестана подключились к этой акции. Мы запустили регистрацию, прием заявок волонтеров в нескольких категориях. Так как на данный момент у нас пока нет беженцев, наша работа заключается в сборе гуманитарной помощи ресурсам Центра добровольчества. То, что поступила помощь в течение 3-4 дней, мы здесь сформировали, пересчитали, соответственно, готовим документы для отправки в пункт приема гуманитарной помощи в Ростовскую область. То есть мы на связи по всей стране, везде есть, у нас тоже есть волонтерские центры, ресурсные центры, соответственно, и мы работаем во взаимодействии с коллегами, уточняем, какая информация нужна, какая помощь нужна. Ну, пока такой большой надобности нет, но вот ребята сегодня даже помогают, загружают гуманитарную помощь, и, соответственно, я думаю, эту работу мы продолжим. К другим темам. В республике замечена тенденция травматизма и летальных исходов на железной дороге. Полиция считает одной из главных причин такого положения дел популярной среди подростков опасные игры, когда ребята подлезают под стоящие поезда, либо катаются на крышах вагонов поезда, чтобы выложить свои селфи в социальных сетях. В связи с этим МВД региона напоминает о правилах безопасности, которые надо соблюдать и взрослым, и детям, чтобы избежать трагических последствий. Так, ни в коем случае не стоит перебегать пути перед проходящим поездом, а также при запрещающем сигнале светофора или закрытом шлагбауме. Запрещено передвижение на крышах и подножках поездов. Категорически нельзя подлезать под вагоны стоящего состава. Приближаясь к железной дороге, необходимо снять наушники. Строго запрещено ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах, а также устраивать на них игры. Более 60 земельных участков взяты под резерв для строительства федеральной дороги в обход Хасавюрта. Такие данные исследуют из распоряжения Росавтодора. Общая площадь территории почти 150 гектаров, находящиеся в государственной собственности. Напомним, что протяженность дороги в обход Хасавюрта составит 21 км. Как сообщалось ранее, к строительству объекта должны приступить в 2022 году. Сама дорога должна соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тысяч автомобилей в сутки. Тем временем в республике в самом разгаре окотная кампания. Как прошла зимовка скота и насколько качественно фермерские хозяйства подготовились к появлению молодняка. В овцеводческих хозяйствах, расположенных в северной зоне отгонного животноводства, попывала наша съемочная бригада. Слово о Сельманаповой. На сегодняшний день в одном из фермерских хозяйств Кочубе окатилось около 30% овцематок. Сохранность ягнята обеспечена на уровне 100%. Такую статистику приводят местные животноводы. Если традиционно окотная кампания в Дагестане начинается с середины марта, то в этом хозяйстве к появлению молодняка были готовы еще в феврале. Предусмотрительный животновод утеплил родильное отделение и сделал необходимый запас кормов. К началу апреля здесь планируют завершить кампанию. Один из нас что-то Вахмут сказал. Дядя Баган говорит, мне научил ко всему, только вертолюбно научил. Я говорю, потому что сам не умею. Ну да, когда человек побольше прожил, тот и больше знает. Тем более сейчас снимал, даже ничего не знает, кроме телефона и компьютера. А в одном из хозяйств Кизлярском районе проходит отел уже крупного рогатого скота. Зимовка здесь прошла также благополучно. Этому способствовал своевременный подвоз кормов и относительно теплая погода. В настоящее время на пастбищах травяной покров достаточный для вугала скота. Здесь уже засеяли поле овощами и ухаживают за садом. Здесь абрикосы, груши, яблоки, вишня, черешня, тутовина, все есть. Грецкие орехи есть. Орехи есть, ягоды, ежевика есть. Ваша основная работа в чем заключается? Животного откармливаем. Вечка откармливаем. Вечка откармливаем. Коровы пасутся. Окотная компания – это очень ответственная пора, отмечает животноводы республики. И от того, в каких условиях она проходит, соответственно, зависит, какой получит молодняк. Асельман Апамурат Бигбарсов, новости ННТ, Дагестан. А сейчас Хамза Нурмагомедов с кратким обзором новостей в рубрике «Дайджест». Дагестан оказался на предпоследнем месте в новом рейтинге российских регионов по уровню безработицы. В республике этот показатель по итогам четвертого квартала 2021 года состоял 13,6%. Хуже ситуация только в Ингушетии. Там безработица составила 30%. Рейтинг подготовил агентство РИА Новости. Жительницу Хунзасского района подозревают в незаконном установлении инвалидности и получении выплат на общую сумму более 1 миллиона рублей. Следствие полагает, что с октября 2009 года по июнь 2021 подозреваемая, представив подложные справки, получала социальную помощь. В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи будут добиваться, чтобы подозреваемая возместила ущерб, причиненный Пенсионному фонду России. На автодороге Махачкала-Верхний Гуни перевернулась газель. В результате ДТП один человек погиб. Еще двое, в том числе малолетний ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Грузовой поезд травмировал двоих подростков на железной дороге в Хасавюрте. Пострадавшие учащиеся одной из школ города 2008-2007 годов рождения. Оба госпитализированы. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта. Глава города Салман Дадаев поручил омолодить зеленые насаждения в столице республики. Работы уже начались. На протяжении нескольких дней служащие МБУ Махачкала-1 удаляют сухие и сломанные ветки и срубают ветхие деревья. Делается это для безопасности людей и их имущества. В махачкалинских дворах и улицах довольно много старых деревьев, говорят специалисты. К тому же они неоднократно опадали на припаркованные автомобили. Санитарная обрезка лишь способствует усилению роста дерева. Все суховершинные деревья пометьте себе и в первую очередь их срежьте. Плюс там, где они упираются в провода, тоже щадящая обрезка. Не как вы все обрубили и только голый ствол оставили. Остается только наблюдать, как это дерево засохнет. Чтобы такого не было. Вот эта ветка, она уже все нефункциональна, она обсохла. Вот ее вырезать, да? Потом там внутри, видишь, получается, они насколько друг другу мешают эти ветки. Вот из этих трех веток нижней среди середины вырезаешь. Все получается. Эта ветка хорошо, спокойно растет на расстоянии. И та ветка хорошо растет. О, поломанные ветки. Учебные принадлежности, одежда и продукты питания для многодетных. Сергоколинский район посетила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Марина Ежова. В первую очередь она отправилась с визитом к двум многодетным семьям в райцентре. Омбудсмен поближе ознакомилась с условиями их проживания и взяла ситуацию на контроль. Материальную помощь нуждающимся оказала также и местная администрация. И о спорте. Дагестанец Мухтар Гамзаев стал чемпионом России по боевому самбо. Соревнования в эти дни проходят в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Воспитанник заслуженного тренера России Зайнулава Гасанханова провел четыре победных поединка. В финале Гамзаев был сильнее представителя Якутии Валерия Ергалова. Золото Гамзаева пока единственное для воспитанников спортшколы республики на этом чемпионате страны. Вторыми в своих категориях стали Саид Саидов и Загид Гайдаров. Бронза у Курбана Магомедова. В дисциплине спортивная самбо в активе дагестанцев два третьих места. На пьедестал поднялись Тагир Тагиров и Аслан Курбанов. Всего чемпионат России собрал около 800 спортсменов из более чем 55 регионов страны. Победители войдут в состав сборной России и в конце года выступят на чемпионате мира в Туркменистане. Ислам Махачев победил и приблизился к титульному бою. Боец ММА из Махачкалы одержал победу над американцем Бобби Грином на турнире UFC в Лас-Вегасе. Главное событие турнира Fight Night 202 прошло в промежуточном весе и завершилось техническим нокаутом в первом раунде. Для Махачева эта победа стала десятой к ряду. Он не знает поражений с октября 2015 года. В активе спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова 22 победы и одно поражение. Он четвертый номер рейтинга легковеса в UFC. После поединка в Вегасе спортсмен потребовал у лиги титульный бой. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами.